Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В четверг, 27 марта, на одной из строительных площадок Анапы произошла трагедия – упал башенный кран. Один ребенок погиб, второй попал в больницу с переломом стопы, третий не пострадал. Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следственным комитетом проводится проверка, привлечены контролирующие структуры, сотрудники Ростехнадзора и муниципальный контроль администрации Анапы. Вопросов много – почему стройка не охраняется и как могли дети попасть на опасную территорию. И по чьей неосторожности, халатности и безответственности дети подверглись угрозе жизни. В Анапе ремонтируют дороги. Ямочный ремонт выполняют мастера предприятия «Автогрейд». Работы ведутся на улицах Амелькова, Ленина, Черноморской. Работает бригада быстро, качественно, слаженно и современной техникой. Маранапа Сергей Сергеев поставила задачу. Каждый пустующий участок земли в Анапе должен быть занят парками и скверами. На заброшенных годами участках начали высаживать деревья и кустарники. Специалисты оформляют новые газоны и ухаживают за уже имеющимися зелеными зонами. Работу по строительству и установке нового фонтана начали в Ореховой роще. Фонтан будет на месте клумбы, цветочная палитра. Он спроектирован в виде цветка диаметром 8 метров, с 10 лепестками, 6 вертикальными струями воды и дополнительными фонтанчиками по кругу. Подрядчик строительства предприятия «Русь», которое ведет работы совместно с фирмой «Фонтанград», обещает с открытием нового сезона. На обчане гости города смогут отдыхать в Ореховой роще, любуясь новым фонтаном. На этой неделе в Анапу пришла настоящая весна. На городских клумбах и в парках начали высаживать цветы. Виолы и розы открывают цветочный сезон в Анапе. Виолы украсят городские клумбы и большую клумбу у здания администрации города. 2000 кустов роз высадили в скверах Аванесова и Протапова. В Анапском колледже «Сфера услуг» прошел день открытых дверей. Учащиеся 9-х и 11-х классов побывали на мастер-классах и лекциях. Узнали, какие профессии сегодня наиболее актуальны и востребованы на курорте. Специалисты колледжа «Сфера услуг» рассказали о правилах подачи документов, сроках обучения и перспективах трудоустройства с дипломом колледжа. Анапские спортсменки успешно выступили на соревнованиях в рамках третьей летней спартакиады молодежи Кубани по спортивной гимнастике. В общем командном зачете заняли третье место и параллельно приняли участие в первенстве Краснодарского края по спортивной гимнастике. Результат Анапской команды – золотые и бронзовые награды. Большой вклад в эту победу унесла воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Виктория» Евгения Миновщикова. Стала лучше на снаряде разновысокие брусья, заняла третье место в многоборье, выиграла бронзу в упражнениях на бревне и опорном прыжке, два раза выполнила нормативы мастера спорта. Кристина Сапко на соревнованиях заняла первое место в вольных упражнениях, золото в опорном прыжке, завоевала бронзу в многоборье. С каждым годом улучшает свои результаты Стелла Сарксян. В пять лет она покоряет спортивные снаряды. Сейчас главная цель спортсменки – выучить новый прыжок и, конечно, равнение на выдающихся гимнасток. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Все нарушители правил застройки должны быть равны перед законом. В Анапе никому не разрешено строить, вопреки закону, какие бычины и статусы не занимал застройщик. С аварией справились, распространение заражения химическими веществами не допустили. В Анапе прошли учения. В администрации города состоялась очередная 59-я сессия Совета депутатов. Правила пожарной безопасности о серьезном в игровой форме. В детском саду «Виктория» воспитанникам рассказали о правилах безопасности. Спортивные достижения наобчан на этой неделе и перспективы на будущее. И сейчас обо всем подробнее. Строить только по правилам застройки и в соответствии с действующим законодательством. Власти Анапы не раз пытались призвать к здравому смыслу незаконного застройщика пляжной территории на первой линии Большого Утреша. Но стройка только наращивала темпы и дело дошло до нанесения вреда окружающей среде. Сегодня уже с уверенностью можно говорить, что любимое место отдыха россиян – центральный пляж Утрешского заповедника – постигла экологическая катастрофа. Как всегда, неожиданная и неоправданно болезненная. На одном из склонов центрального Утрешского пляжа дерзко, невзирая на жалобы местных жителей и требования администрации города и лично главы города Сергея Сергеева прекратить работы, незаконное строительство все-таки продолжается. Причем размах ущерба, причиненного строительной бригадой, настолько явен, что трудно поверить, что все это делает человек, любящий Анапу и думающий о судьбе заповедной рекреационной территории. 2 марта состоялась выездная инспекционная проверка совместно с представителями Министерства природных ресурсов и Общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края. Было зафиксировано незаконное строительство, вывоз грунта, деревья, нарушения. Нарушения и так далее, и так далее. Собственно, тут видно все. Застройщик, сын председателя районного суда Сардукцева. Господин застройщик должен был бы знать о том, что результатом варварского освоения этой территории будет уничтожение реликтовых деревьев. Именно поэтому два вида дуба, относящиеся к исчезающим краснокнижным, а также фисташки, пилили и сжигали ночью. Кострища, приготовленные на сегодняшнюю ночь, пеньки спиленных деревьей, тоже ночью присыпали свежезавезенной землей. Судя по тому, как спекался грунт, стволы и корни были немаленькими. Да вот они, кстати, повсюду. Тяжелая техника работала на пляже всю ночь и продолжает уродовать пляжи и перекрывать дороги в заповедник. А самое страшное, что склон вместе с тротуарной дорожкой поехал вниз, и это уже видно невооруженным глазом. Поэтому на незаконную стройку, ведущуюся вопреки здравому смыслу, был организован сегодня многочисленный рейд. Управление муниципального контроля параллельно с сотрудниками прокуратуры, сотрудниками миграционной службы и УВД, также присутствуют здесь и сотрудники ГАИ, сегодня проведен рейд по данному факту строительства незаконного. Администрация уже подготовила и сдала исковое заявление на приведение в соответствии с землей разрешительной документации и сноса данного самомольного строительства. Мы попросили прокомментировать ситуацию старшего помощника прокурора Артема Бакумова. Анапской межрайонной прокуратурой в соответствии с поручением прокуратуры Краснодарского края организована выездная проверка исполнения федерального законодательства при строительстве объекта на первой курортной линии в селе Большой Утриж. В выездной проверке охвачены вопросы соблюдения градостроительного, земельного законодательства при строительстве объекта. На момент выезда было установлено, что фактически строительство ведется без соответствующего разрешения, выданного контролирующими органами. При этом также были выявлены нарушения законодательства о природоохране. В частности, велась вырубка деревьев, в частности, скального дуба и можжевельника. Причем дерево фисташково относится и занесено в Красную книгу. Также в выездной проверке было установлено нарушение миграционного законодательства. Прокуратурой были изучены соответствующие документы и выявлено, что фактически из шести сотрудников рабочих граждан на Республике Узбекистан, двое из них не имели соответствующего разрешения на строительство, на работу. В связи с этим, в настоящее время прокурорам возбуждены в отношении иностранных граждан дела об административных правонарушениях по статье 18.10 Кодекса. И устанавливается лицо работодатель, который незаконно принял их на работу, не имея на то разрешения. С целью устранения выявленных нарушений закона прокурорам в настоящее время приняты все исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на установление лиц, причастных к нарушению природоохранного законодательства и, как следствие, прав детей, которые в летний период приедут в наш курорт, по результатам которых будут приняты необходимые меры. Виновные лица будут привлечены к установленным законам ответственности. На одном из объектов предприятия Анапа «Водоканал» прошли масштабные учения с привлечением всех служб жизнеобеспечения города. По легенде учений сотрудники «Водоканала» сначала своими силами, а потом со спасателями МЧС и городской службы спасения ликвидировали последствия аварии с выбросом вредного вещества. По легенде учений на пост оперативного дежурного поступила информация об утечке сжиженного хлора. В результате сработала аварийная сигнализация и включилась звуковая сирена оповещения. В считанные минуты часть сотрудников эвакуировали, другие в костюмах химзащиты приступили к локализации утечки. Специально обученные сотрудники «Водоканала» установили водную завесу вокруг здания, чтобы опасное вещество растворилось в воде и не успело выйти за периметр лаборатории. Проверили готовность аварийно-спасательной группы и санитарной дружины к проведению аварийно-спасательных мероприятий и умению действовать в чрезвычайной ситуации. Так, пострадавший с признаками отравления и переломом правого бедра, был эвакуирован коллегами за пределы опасной зоны. При отравлении хлором человека нужно приподнять верхнюю часть туловища, укрыть, наложить компресс на область шеи, укрыть теплой одеждой и одеялом. Даем теплое питье, чай, молоко с содой и активированный уголь. В заключении нужно дать слабительное, контролировать состояние человека. Пока оказывали первую доврачебную помощь, прибыли медработники не от ложки. Доставили пострадавшего в городскую больницу. К месту аварии приехали спасатели. Время прибытия всех караулов составило 30 минут, что соответствует нормативам. В караулы все прибыли из черты города. Заранее службы не были предупреждены. Время прохождения сигнала ни одной службы сознательно не было доведено. Нас интересовало именно прибытие, экипировка и готовность всех расчетов к действиям по предназначению. В настоящий момент требования выполнены в полном объеме. Жидкий хлор, используемый в большинстве стран мира на водочистных сооружениях, вещество потенциально опасное. Поэтому во многих странах на базе водоканалов планируют перейти на менее токсичный и безопасный гипохлорид натрия, который все более активно применяется в мировой практике. Но пока модернизация не завершена, на предприятии уделяют особое внимание системам безопасности и подготовке персонала к возможным ЧАЭС. 27 марта состоялась 59-я очередная сессия Совета муниципального образования в город-курорт Анапа. Пленарное заседание провел председатель представительного органа местной власти Леонид Кочетов. В работе сессии приняла участие первый заместитель главы муниципального образования Светлана Яровая. Перед началом сессии депутаты поздравили Веру Стефановну-Севрюкову. Работу коллектива лечебно-диагностического центра «Делуч» высоко оценили в крае и наградили почетной грамотой законодательного собрания края. С отчетом о деятельности отдела МВД по городу Анапа перед депутатами выступил начальник отдела, полковник полиции Андрей Терехин. В отчетный период на 20% снижено общее количество разбойных нападений. Почти на четверть сократилось количество грабежей. Положительные тенденции зафиксированы по линии борьбы с хищениями транспортных средств. Выявлено 82 преступления экономической направленности, в том числе 59 тяжких и особо тяжких составов. Выявлено 10 преступлений коррупционной направленности, в том числе 5 фактов взяточничества. 12 преступлений против государственной власти. Депутаты приняли решение повысить качество взаимодействия органов правопорядка, местной власти и общественности в сфере профилактики преступлений и правонарушений. Депутаты внесли изменения в программу по выполнению наказов избирателей на 2014 год. Программные мероприятия направлены на выполнение работ по содержанию, ремонту и оборудованию социальных объектов муниципального образования, благоустройству населенных пунктов. Внесены изменения в индикативный план социально-экономического развития муниципального образования на 2013 год. В результате повышения заинтересованности и активности анапчан в работе органов территориального общественного самоуправления образовано несколько новых ТОСов. Решением Совета утвердили границы территорий, на которых осуществляется общественное самоуправление. На 14 апреля этого года назначены публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город-курорт Анапа. Проект Устава и порядок учета предложений и участия граждан в его обсуждении будут опубликованы в ближайшем номере общественно-политической газеты «Анапское Черноморье» и на официальном сайте муниципального образования. Другим темам. В АСХТ прошла необычная лекция. Обсудили тему экстремизма в современном мире и меру профилактики таких вспышек. В рамках тематического собрания студенты Анапского сельскохозяйственного техникума читали стихи, смотрели фильмы и на сцене показывали танцы народов мира, чтобы понять и принять другие культуры. Обычная лекция была бы скучной. Решили в Управлении по делам молодежи и придумали нечто необычное, чтобы студенты запомнили урок философии, истории, политологии и культуры одновременно. «Студенты подготовили материал о культурах разных стран. На мой взгляд, очень актуальная тема, потому что в связи со сложной политической обстановкой во всем мире, наши студенты тоже переживают это все. И сегодня очень, мне кажется, получилось мероприятие, потому что все представленные страны, представленные в хорошем свете, не представленные какими-то политическими противниками, а представленные одним целым нашей планеты». Студенты девяти вузов, техникумов и колледжей Анапы заранее выбрали тему «Культура той или иной страны». Докладчики были обязаны рассказать в своих лекциях, что нового они узнали, что их удивило и в чем прослеживается родство всех традиций и культур народов мира. Девять учебных заведений, девять докладов. Аплодисменты абсолютно справедливо заработал РГСУ. Кроме богатого материала о стране восходящего солнца, студенты исполнили японский танец. Медведева Алина, студентка второго курса медколледжа, после доклада о Норвегии прочла стихи Бориса Афанасьева об этой прекрасной северной стране. Здесь прячутся гномы за ветками леса, и феи порхают в тумане морском, здесь скалы круты, и обрывы отвесны, и снежные шапки белеют кругом. Сельскохозяйственный техникум, где проходила эта акция, остановил выбор на культуре Индии. Нам понравилась именно Индия, потому что с ним связаны, наверное, воспоминания детства, индийские фильмы, танцы. Все самое яркое, и почему-то, нам кажется, происходит в Индии. В прошлом году мы проводили мероприятие, но брали культуры Краснодарского края, те национальности, которые проживают у нас. В этом году решили расширить просто объем. Сами понимаете, что ситуация в странах ближнего зарубежья сложная и внутри страны, поэтому для профилактики экстремизма мы всегда проводим со студентами подобные мероприятия. Студентка первого курса сельскохозяйственного техникума Анна Салапон настолько прониклась обычаями Индии, что специально к этому мероприятию пошила Сари. Мы разные, но мы похожи, и мы должны быть толерантными. Экстремизм заканчивается фашизмом, что недопустимо, иначе погибнет такая богатая культура земли. Этот вывод сегодня для себя сделал каждый студент. Продолжаем выпуск. 17-й ежегодный конкурс среди учителей школы гимназии «Самый классный классный» прошел на этой неделе в Анапе. В финальном этапе приняли участие 6 победителей отборочных туров. Все они классные руководители. Кто стал лучшим педагогом 2014 года, расскажем прямо сейчас. В течение учебного года проходили отборочные туры. По традиции в марте финальный этап. Специалисты управления образования рассматривали портфолио учителей. Кандидатов название «Самый классный классный». Одно из заданий для конкурсантов – проведение тематического классного часа. По итогам этого конкурса лучшие педагоги вышли в финал городского конкурса. Мы готовили классный час по правилам дорожного движения. Лично наша школа, я имею в виду. У нас игровая форма была. Справились, я считаю, хорошо. Поэтому попали в финал. Каждый классный руководитель выступил в двух конкурсах – «Визитная карточка» и «Мое хобби». Марина Искакова из школы номер 21 Станицы Анапской преподает математику и информатику. Окончила Калужский государственный педагогический институт имени Циолковского. Работа с 2005 года. На сцене ее ученики спели о всех достоинствах своего учителя. Визит на карточке все педагоги за считанные минуты сумели раскрыть свои творческие способности и таланты. Хочется всегда победы, конечно. А эмоции и так уже как победителя. Раз здесь нахожусь, уже победитель. Александр Акнадасьян преподает физкультуру в школе номер 14 Силагой Кадзор, третий год. После окончания университета в Краснодаре вернулся работать в родную школу. В этом году ему доверили классное руководство. Именно он вел фитнес в школьную программу. Фрагмент занятий по степе аэробики продемонстрировали на конкурсе. Каждый участник конкурса «Самый классный классный» не только покоритель детских сердец. Даже соперников в конкурсе очаровали. Найти общий язык с каждым, часть профессионального мастерства и возможность получить высокие оценки судей. По итогам конкурса «Самыми классными классными» стали. Среди учителей начальных классов Анна Мачалин из гимназии «Эврика». Среди пятых-восьмых классов Валентина Громова, учитель гимназии «Аврора». И среди девятых-одиннадцатых классов Ольга Юркова, классный руководитель школы номер 11. В детском саду «Виктория» прошел открытый урок для дошкольников. Малышам рассказали о правилах безопасности и поведения при пожарах. Подробности занятия в сюжете. Сказку «Семеро козлят» разыграли воспитанники детского садика «Виктория». Пока мама ходила за покупками, малыши-козлята остались дома без присмотра взрослых и не удержались от заблазна поиграть с огнем. Развели костер во дворе, попробовали сами сварить кашу, хотя знали, подходить к газовой плите, пока взрослых нет дома, опасно. Каша не получилась, а вот пожарных пришлось вызывать, чтобы потушить пожар в доме козлят. Спасатели прибыли вовремя, пожар потушили быстро и легко, как в сказке, хотя в жизни все не так просто. Лесные жители, серый волк и мишка, спасатели пожарные объяснили, играть с огнем нельзя. Целую лекцию прочитали, чтобы козлята навсегда запомнили правила безопасности и как вести себя при пожаре. В этом году пожарной охране России исполняется 365 лет. Начальник Центра противопожарной пропаганды Людмила Бурнайкина поблагодарила малышей за интересную и поучительную сказку и напомнила еще одно важное правило. Никогда не балуйтесь по телефону 01. Никогда не вызывайте пожарных, если нет пожара. Это называется ложный вызов, потому что пожарные могут ехать по этому ложному вызову, а в это время где-то действительно возникает пожар, и они могут туда опоздать. Дошкалята пообещали выполнять все правила пожарной безопасности и точно запомнили навсегда, как правильно вести себя при возгораниях и пожарах и как не допустить большой беды. 27 марта во всем мире отмечали День театра. В Анапе в этот день на Большом Капустнике собрались творческие работники, служители МУС и идейные вдохновители культурной жизни города-курорта. Театральный Капустник организовал Дом культуры молодежной и провел его на сцене Театра культуры Родина. В Капустнике приняли участие четыре театральных молодежных студии. Чердак из Дома культуры молодежной, зеркало городского театра, глобус Сочинского университета туризма и курортного дела и образ Центра культуры Родина. Вот уж воистину театр вечно молод. Мы оказались за кулисами в поисках ответа на один вопрос. Что было бы с миром, если бы не было театра? Было бы скучно на самом деле. Заняться нечем было, творчески развиваться как-то. Если бы не было театра, у меня бы не было вот такого замечательного бантика. Мне кажется, люди, они жили бы без своих мастер. Я считаю, что театр по логическому своему вообще всему должен был появиться в любом случае. Потому что, скажем так, вся история, вся-вся всего мира, скажем так, связана с какой-то игрой. Поскольку зрительный зал был полон молодежи, то как раз для них была сценка об истории театра от Овидия Демиерхольда. Удачно обыграв фразу «театр начинается с вешалки» и, несмотря на все революционные преобразования и модернистские течения, ребята показали, что неувидаемой классикой остаются Шекспир и Чехов. Я не признаю слово «играть». Играть можно в карты, на скачках, шашками. На сцене надо жить. Что же значит для каждого из нас театр? Театр – это радость, театр – это жизнь, это стиль жизни. Открываются глаза, по-новому смотришь на искусство. Да, ты можешь увлекаться искусством, смотреть на это, но когда ты это через себя прочувствуешь, прошел через это все, уже по-другому на это все смотришь. А может, вовсе не надо искать ответ на вопрос, нужен ли театр, будет ли он жить в веках? Ответили студийцы, играя на сцене, что вся жизнь – театр, а мы – актеры. Добежали до Парижа. Две анапчанки приняли участие в одном из самых красивых забегов Европы в полумарафоне под названием «Семи марафон де Пари». Маршрут проходил по самым красивым местам Парижа. О том, как отважились на такой забег и как тренировались анапчанки, расскажем прямо сейчас. Анапчанки Ольга Крывуля и Светлана Сердюкова заявки на участие в полумарафоне подали еще в октябре 2013-го. Спортсменов уже было более 40 тысяч человек. В дистанции 21 километр подруги готовились, тренировались. Стартовали от Анапского шоссе и пробегали по Пионерскому проспекту. Сначала не верилось в это во все, что сможешь, а потом, когда зарегистрировались, назад дороги уже не было. Впечатления, конечно, самые лучшие от организации марафона, от того, как тепло вообще болельщики встречали. Это, конечно, порой даже слезы на глазах от того, как они кричали. Трасса полумарафона проходила от Винсентского леса почти до центра Парижа. Все достопримечательности этого красивого города Ольга и Светлана рассмотрели на бегу. Анапчанки показали хорошие результаты в марафоне. Светлана пробежала дистанцию за 2 часа 8 минут, Ольга за 2 часа 12 минут. Когда этот финиш, ну честно, вот как-то вот последний километр, конечно, дался очень тяжело. Когда финиш уже увидели, уже как-то сразу так, и все. А сам марафон, это вот как ощущение праздника в каком плане. На каждом километре стоял оркестр. То есть какой-то мини-оркестр, то есть там барабаны, какие-то трубы, народная музыка. Подруги поддерживали друг друга во время полумарафона. На финише их ждали мужья. Ольга и Светлана начали бегать более трех лет назад для оздоровления. Активные мамы и своих детей привлекают к здоровому образу жизни. Светлана – мать троих детей, у Ольги две дочки. Даже на работу от Анапского шоссе до Пионерского проспекта Ольга бегает, дистанцию преодолевает за 40 минут. Это уже действительно стал как образ жизни, это приносит удовольствие. И самое главное – в это втягиваешься. То есть вот главное начать. Вначале это все сложно, вначале и даже с кровати встать не могли. Все болело, сейчас уже как бы это все привычнее. Анапчанки тренируются каждый день. После утренней пробежки обязательно плавают в море в любую погоду. Одну мечту осуществили – финишировали на полумарафоне в Париже. На очереди следующее – открыть школу правильного бега в Анапе. Анастасия Никитина, Александр Кореневский, Анапа-регион. В спортивном комплексе «Виктория» проходит финал всекубанского турнира по плаванию на Кубок губернатора Краснодарского края среди общеобразовательных учреждений. В первый день соревнований эстафетное плавание выиграла команда Анапы. На старт вышли около 300 участников из 33 команд края. Всекубанский турнир по плаванию проводится среди учеников 3-4-5-6 классов. На финал соревнований прибыл как гости-болельщик первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Эдуард Кокшаров. В недалеком прошлом чемпион Олимпийских игр Сиднеи, заслуженный мастер спорта по гандболу. Очень приятно, что на территории Краснодарского края стали проводиться такие турниры, всекубанские турниры на Кубок губернатора Краснодарского края. Они дают возможность нашему, как говорится, подрастающему поколению, нашим детишкам, выступать, соревноваться не только в плавании. Это у нас турнир по плаванию, у нас также проходят турниры по многим видам спорта, другим. Поэтому дает возможность детишкам из разных районов, прежде всего, соревноваться, получать, выносить из этих турниров здоровье. Ну и, конечно же, все равно они становятся какими-то полноценными гражданами своих районов, которые они чувствуют, что защищают честь своего района, города. Подарком зрителям стало показательное выступление группы синхронного плавания Анапской спортивной школы «Виктория». Не каждая спортивная школа муниципалитетов края может похвастаться наличием такой группы по плаванию. После торжественного построения начались соревнования. Девочкам и мальчикам представил заплыв на дистанцию 25 метров вольным стилем. Лидеры определились сразу. По степени подготовки выделялись команды Анапы, Лобинска и Новороссийска. В итоге призовые места так и распределились между командами этих районов. Абсолютное первенство за городом-курортом Анапа. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Субботу 29 марта в Анапе будет пасмурно, местами возможен мокрый снег. Температура воздуха днем 3,5, ночью до плюс 2 градусов по Цельсию. Ветер северный 10-12 метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 10 градусов тепла. В воскресенье 30 марта в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы 3-5, ночью около 4 градусов по Цельсию. Ветер переменный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 10 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин